Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Как стало известно информационное агентство Prime Crime, в и без того натянутых отношениях между двумя самыми влиятельными ворами в законе обозначилась напряженность. Причиной тому послужил недавний конфликт между ворами в законе, Мамукой Квиженадзе, близкого к Мирабу и Джейраном Кенсурашвили, которого поддержал клан шакра. Все началось с выяснения отношений между жителями Грузии, одни из которых замыкались на Мамуку, другие – на Джейрана. Чтобы урегулировать спор своих приближенных, воры договорились встретиться в турецком Трабзоне, где обитает Джейран один на один. Узнав, что в назначенный час Мамука собирается привезти с собой других воров, Джейран уклонился от встречи, мотивируя тем, что Мамука нарушил договоренности и перестал выходить на связь. Отказ Джейрана встречаться с нейтральными ворами Квиженадзе, расценил как трусость и косвенное подтверждение неправоты той стороны, интересы которой представлял Джейран. На этом основании Мамука коснулся Джейрана, как вора, а его людей избили. Учитывая, что Квиженадзе относится к сильнейшему воровскому клану Мираба, рассчитывать Джейран мог только на шакра, на союзников которого он и вышел в лице Квижовича и Црипы. В итоге, когда у шакры спросили его мнение относительно конфликта, тот якобы подтвердил, что Мамука коснулся Джейрана неправильно. Заручившись такой поддержкой, люди Джейрана застрелили в Грузии их обидчика из друзей Мамуки. Сам Квиженадзе улетел к патрону в Италию и посвятил его в детали конфликта. Когда Мираб узнал о решении шакра, возмутился тому, как шакра, в свою очередь, дал неправильную оценку Мамуки, которого, чтобы признать его неправоту, нужно было сначала выслушать, чего шакра не сделал. И вообще, по словам Мираба, шакра не стоит вовлекаться в чужие проблемы, пока он, несмотря на то, что неоднократно грозился, до сих пор так и не поднял вопрос своего униженного родственника, Дата Азманова, который, после того, как 10 лет назад люди Мираба отрезали ему ухо и ранили в пятую точку, продолжает называться вором, хотя давно поглощен только бизнесом и как вор никак себя не проявляет. Не говоря уже о самом шакра, у которого подельники, бывшие менты, что, судя по тону Мираба, предмет для отдельного разговора между ними в будущем.